Я начну кратко сразу с актуальности данной проблемы. Как известно, нейробластома составляет около 8% всех новообразований у детей. Ежегодно в России регистрируется примерно 200 новых случаев. И на момент постановки диагноза у 50% пациентов обнаруживают отдаленные метастазы. Нейробластома может локализоваться в любом месте вдоль симпатической паравертебральной цепи. Наиболее часто в забрюшинном пространстве, реже в заднем средостении. Нейробластома часто метастазирует в костный мозг, кости, лимфатические узлы и мягкие ткани. Неинвазивная визуализация нейробластома основана на применении компьютерной магниторезонансной томографии, а также методов ядерной медицины, таких как сцентография с мета-йод-бензилгуанидином, остеосцентография с бифосфонатами и позитронно-эмиссионная компьютерная томография. КТ и МРТ обладают высокой чувствительностью в обнаружении первичного образования регионарных лимфатических узлов, позволяют определить локализацию опухоли относительно анатомически важных структур и определить факторы хирургического риска. Однако данные методы не обладают специфичностью. Методы же ядерной медицины, в первую очередь сцентографией с мета-йод-бензилгуанидином, обладают высокой специфичностью и позволяют подтвердить нейрогенный генез опухоли, стадировать заболевания, оценить эффективность от лечения и диагностировать рецидивы. Мета-йод-бензилгуанидин – это препарат первой линии функциональной диагностики, механизм действия которого основан на системе обратного захвата катехоламинов. Чувствительность сцентографии с МАБГ составляет по разным данным от 85 до 100%, специфичность – более 90%. Однако необходимо отметить, что одновременно при сканировании с МАБГ могут присутствовать как МАБГ-позитивные, так и МАБГ-негативные очаги поражения. До 10% нейробластом являются МАБГ-негативными. Что и диктует необходимость применения других методов ядерной медицины, одним из которых является остеосцентография с бифосфонатами. На данном слайде представлена планарная сцентеграмма пациента с бифосфонатами. На первый взгляд мы не видим никаких изменений, однако при более детальном рассмотрении хочу обратить ваше внимание на асимметрию накопления в проекции нижних третьих бедренных костей и верхних третьих плечевых костей, что нами было расценено как костно-мозговое поражение. У данного пациента в то же время была проведена сцентеграфия с мета-йодбензилгуанидином, и мы видим тотальное костно-мозговое поражение. Так почему же до сих пор в нашей стране часто применяется сцентеграфия с бифосфонатами? Во-первых, это исторический фактор, во-вторых, более легкая доступность данного исследования, частое распространение заболевания на кости и костный мозг, но также существуют работы, они достаточно давние, однако показывают, что сцентеграфия с МАБДЖ может быть менее эффективна в диагностике костных поражений, чем сцентеграфия костей скелета. На данном слайде представлены исследования у пациента с МАБДЖ-негативной нейробластомой. На АКТ-срезах мы видим большое образование средостения, однако при МАБДЖ-сканировании патологических очагов накопления выявлено не было. Данный очаг накопления в области левого коленного сустава – это очаг контоминации. При сцентеграфии костей скелета с бифосфонатами обозначены стрелками очаги патологического накопления препарата в проекции грудных позвонков, а также в проекции верхней трети левой голени. Таким образом, учитывая вышесказанное, в своей работе мы поставили перед собой цель определить показания для сцентеграфии костей скелета с бифосфонатами, а также оценить сцентеграфию костей скелета с бифосфонатами и сцентеграфию с МАБДЖ в плане чувствительности у пациентов с нейробластомой четвертой стадии. В наше исследование включены 109 пациентов в возрасте до 14 лет. Это была гетерогенная группа пациентов, как пациенты, спервые выявленные новообразованием, так и уже получавшие лечение – радикальное или частичное удаление опухоли и один или два блока полихимиотерапии. Сканирование с МАБДЖ и бифосфонатами выполнено впервые с интервалом не более одного месяца. На протоколах исследований я не буду останавливаться подробно, укажу только, что мы придерживаемся рекомендаций Европейской ассоциации радиологов и назначаем МАБДЖ из расчета 5,2 МБК на килограмм веса, минимально 40 МБК, максимально 370 МБК. Бифосфонаты мы назначаем из расчета 7 МБК на килограмм массы тела. Итак, по полученным данным, из 109 пациентов 16 были МАБДЖ-позитивны и накапливали препарат только в первичном образовании. При стентиграфии костей скелета у данных пациентов очагов патологического накопления радиофарм препарата выявлено не было. 80 пациентов также были МАБДЖ-позитивны, имели очаги патологического накопления в костях скелета, часть из них также имели дополнительно патологическое накопление в первичном образовании. Из этих 80 пациентов только у 52 пациентов при стентиграфии костей скелета были выявлены очаги патологического накопления. 13 пациентов были МАБДЖ-негативны, они имели остаточную опухоль, которая не накапливала МАБДЖ. У четверых из этих пациентов при стентиграфии костей скелета были обнаружены очаги патологического накопления в костях. Таким образом, были получены данные по различному количеству очагов накопления патологического у пациентов при стентиграфии с МАБДЖ и бифосфонатами. При стентиграфии с МАБДЖ количество очагов в общем было 951, при стентиграфии костей скелета 268. Чувствительность стентиграфии с МАБДЖ, по нашим данным, составила 95%, с бифосфонатами 67%. Перейду к следующей нашей работе. Это попытка с помощью полуколичественного метода при стентиграфии с МАБДЖ выявить метастатическое поражение печени у пациентов с нейробластомой. Четыре стадии нейробластомы – это уникальная метастатическая форма заболевания, которая встречается у пациентов младше одного года с нейробластомой в 18-27% случаев. Для четыре стадии характерно метастатическое поражение печени, кожи и минимальное поражение костного мозга. Не более 10% от числа ядросодержащих клеток при условии отсутствия остеомедулярных очагов при стентиграфии с МАБДЖ. В большинстве случаев стентиграфия с МАБДЖ позволяет диагностировать метастатическое поражение печени. На данном слайде показано, что в части случаев это можно понять уже при планарной стентиграфии. Патологическое накопление МАБДЖ при поражении печени может быть как диффузным, так и очаговым. А на данном слайде представлены исследования пациента без метастатического поражения печени. Мы видим равномерное накопление препарата в печени при планарной стентиграфии. Однако при Аффект-КТ исследовании мы видим диффузно-неравномерное накопление препарата, что также является нормой, однако это вызывает некоторые трудности в некоторых случаях при попытке обнаружить метастатическое поражение печени. В наши исследования были включены 10 пациентов без метастатического поражения печени, 5 пациентов с метастатическим поражением печени, подтвержденным по данным КТ, МРТ или УЗИ, но без изменений при планарной стентиграфии сметы йод-бензилгуанегина. Всем пациентам мы проводили Аффект-КТ исследование области печени. Наш полуколичественный метод основан на том, что в норме накопления МАБГ в печени различные. Накопление препарата в левой доле превалирует над накоплением в правой доле. Исходя из этого, мы подсчитывали интенсивность накопления в левой и правой долях и учитывали отношение интенсивности накопления в левой и правой долях. Здесь продемонстрированы цифры полуколичественного метода. По полученным результатам, у пациентов без поражения печени данное отношение более единицы и в среднем составило 1,19. А у пациентов с нейробластомой и метастатическим поражением печени данный индекс менее единицы и в среднем составил 0,89. Следующая тема нашего исследования. Как известно, прогноз у пациентов с нейробластомой зависит от множества факторов. Один из которых – это гистологический вариант опухоли. Было бы замечательно иметь возможность предположить неблагоприятный гистологический вариант на этапе доинвазивной диагностики. Поэтому в своем исследовании мы поставили цель определить взаимосвязь между неблагоприятным гистологическим вариантом нейробластомы и интенсивностью накопления мета-йодбензилогуанидина в образовании. В исследовании включены 18 пациентов, впервые выявленные нейробластомы, не получавших специфическое лечение. Всем им проведена аффект КТ области интереса и печени. И далее с помощью полуколичественного метода мы подсчитывали интенсивность накопления в опухоли, контенсивность накопления МАБДЖ в печени в объеме 1 кубический сантиметр. Здесь представлены подсчеты накопления в образовании, накопления в правой доле печени. По полученным результатам у 9 из 18 пациентов с гистологически подтвержденной низкодифференцированной нейробластомой индекс накопления в среднем составил 11,7. У 6 пациентов из 18 с ганглионейромой индекс в среднем составил 1,6. И у 3 пациентов из 18 с ганглионейробластомой индекс в среднем составил 2,9. Перейду к выводам. Сцентография костей скелета с бифосфонатами показана в первую очередь пациентам с МАБГ-негативной нейробластомой, а также пациентам, у которых первичная опухоль удалена и нет признаков метастатического поражения при сцентографии с метагиодбензилгуанидином. Чувствительность сцентографии с метагиодбензилгуанидином значительно превышает чувствительность сцентографии костей скелета с бифосфонатами в выявлении метастатических очагов. Применение полуколичественного анализа при сцентографии с МАБГ помогает дифференцировать физиологическое и патологическое накопление радиофармпрепаратов в печени. Однако наша работа на эту тему только началась, и необходим дальнейший набор пациентов и проведение дальнейшего анализа. Высокий индекс, характеризующий отношение количества импульсов в образовании к отношению количества импульсов в печени, характерен для неблагоприятного гистологического варианта нейробластома. Это исследование мы тоже только начали, будем продолжать набор пациентов и анализ. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.